Для чего я решил записать мой опыт? Чтобы всем людям, которые создают музыкальный клип, работалось легче. Дорогие друзья, всем привет! У меня сегодня такой пацанский вид. Бейсболочка немножечко уставшая, потому что только-только после съемок очень много разных мастер-классов, которые проходят по съемке клипов, видео и так далее. Они не раскрывают каких-то практических моментов. Хочется, чтобы музыканты, те, которые заказывают клипы, продюсеры глубже понимали этот процесс. Первая часть, и она вводная, о том, что сейчас нереальное перенасыщение информацией. Деятельность человека после себя оставляет горы мусора и интернет не исключение. Я рекомендую вам много раз подумать перед тем, как что-то снять, чтобы у людей, которые хотят увидеть качественный продукт, была возможность не пробиваться через ваши некачественные видео. Поэтому не снимайте просто так, не снимайте для галочки, не выкладывайте в эту сеть и не забивайте YouTube. Давайте поможем миру как-то, в конце концов, вырваться из этого мусора информации. В 2000-х годах индустрия кино была только для избранных. Ну а сейчас все открыто, доступно, и заявить о себе может каждый. Но это не так просто. Опять же, потому что каждый что-то снял, каждый выложил, и уже задача не в том, чтобы найти технику, вложить деньги в то, чтобы снять качественно, а просто заключается в том, чтобы пробиться среди вот этих всех видео. YouTube становится все дороже. Если когда-то мы в YouTube могли бы снять какой-то ролик так себе, то сейчас все-таки люди уже насмотрены и хотят более качественный, интересный контент. Качественный – это, кстати, не обязательно контент, который красиво и суперски снят. Качество контента, оно на самом деле складывается из множества различных составляющих. Самое главное, я бы сказал, что все-таки это мысль, которую хочет вам донести тот, кто создает видео. Это сюжет, информация полезная. Ну, плюс, конечно, всем приятно смотреть хорошую картинку с хорошим звуком, саунд-дизайном. Вывод из этого – не забивайте сеть посредственностью. Субтитры создавал DimaTorzok